подустал чуть-чуть немножечко устал и гачить нагрузка и снимать и лететь за лидером скажу и вам большая и клаус продолжает движение к уголокам там нам нужно набрать высоту и обязательно много потому что надо перейти вот перевальчик тоже есть впереди его мы попадаем систему там всякие уже где бриансоны и прочие суммы дальше наверное еще на юг по помчимся куда-нибудь какой-нибудь кусок волосы так просто не успокоиться он явно станете все придумает что лучше я на а вот он аэродром поле зеленая отчерченная красиво хороший род ромочек эти речка делают такую петлю вокруг ее по центру там аэродром клаус начинает под облаком что-то вытворять бросил скорость змейку такую поисковку а ну будем закручивать нет так что это мало я бы закрутил мало но действительно коротковато пискнула вот такой начнешь закручивать и потом раз ну и потеря времени смысла нет тем более что впереди такой вкусности такая висит можно так погоди за пустостями дойти до того что потом метр вставать придется не такой тоже вариант существует ну и долину кстати можно было можно было все таки вот где крыло показывает к этой горочке прийти там набрать видите цепочка облаков идет через долину и под этой цепочкой рвануть тоже вариант хороший ничего двигаемся вперед кралов покачивает крыльями зачем-то вижу потому что под дуло под правая под дуло под левая качает планер и отрабатывает но пока ничего не берем блин таких классно плита справа прям прям аж слюни текут как я вот там бы лучше был бы здесь переди кисельник потому что невнятная я даже не знаю каким образом здесь и наверное мы сейчас подвернем направо и вот под этим облачка полезен вот возможно скорее всего ветер тем более что как раз правый борт там дует поэтому эти склоны будут наветренные данном случае это вот наверное и аргумент ну и солнце уже так сместилось что они в общем-то дисконы могут вполне работать ведь им летим я обычно прохожу вот этой грядой как я показываю вот там делаю наборчик прыг потому и такой привычный путь тем более мне интересно попробовать непривычный путь который выбрал клаус ведь до придерживать смотрите-ка чуть-чуть работает значит все хорошо какой-то план у нас работающие есть до 18 метров час ветер сейчас тут даже динамическая составляющая вполне позволяет по этим склоном шпарить где-то встанем где-то в набор все-таки потому что перевалы не пройдем на такой высоте 2800 не пройдем надо будет набирать ну набирать можно где здесь повторю под этим облаком скорее всего вот мы наковыряем а нет вот для того что я поднажды возвращался вот так вот на противоположную сторону там снизу выкарабкивался потерял кучу времени все-таки набрал и перелетел все было хорошо однажды был случай когда вообще набрать было невозможно ни справа ни слева меня вот по этим склончиком шел у меня было высоты тогда побольше 300 сейчас где 800 и прям вот таких полу динамика получил то таком минусах плюсах я скакал скакал и все-таки перевал который мы будем переходить я все-таки его перевалил на перевалил высоте там плюс 150 метров довольно мрачно и совсем не не понравился этот полет он понравился но было тяжело да облака впереди является нашим крайним вариантом в данном случае я думаю что если мы под ним не наберем то придется туда куда не направо уходить так туда не хочется там так ковырять будет там видите помните два озера было в начале полета едва одно над ним второе пока у нас ничего нету ничего драматичный момент друзья вам задернуло очень долго я боролся с этим потоком поменял несколько ядер сейчас наконец-то раскрутил до двух с половиной метров в секунду потому что то 0,9 0,8 удивительно совершенно дурацкий поток сейчас сделал свежее ядро реально жизнь не ладилась стало полегче ох и дальше у нас перспектива нет сейчас он крылом покажу это у нас перспектива перспектива что у нас 37 метров в секунду сейчас это вообще хорошо прям сошел поток прям сошел вымучил его пока уже ругался чтобы все они набирают вообще он тут все ученик алтурчик и почему я убираюсь мы дальше вот у нас куда крылом показывает туда примерно мы двигаемся там у нас проблем шоколад везде облака высокие погода сильная я так понимаю что мы еще в сторону монтевиза куда-нибудь дунем на юг там видно будет покинули моего гостеприимные потоку и сзади остался прошли немножко под несколькими облачками еще сейчас подвернули сторону города брянсон как я и говорил клаус чувствуется хочет еще сходить на юг красивая гора высокая в италии форсировали долина ветерам форсировать не пришлось мы сейчас имеем 3500 метров много высоты проходим все вот это вот перевальчик про которая рассказывал что страшно-страшно мне было вот здесь выскакиваем на хребтик который вот у нас прям по курсу над ними сид облачко этот хребтик нас как раз и выведет брянсону ну а дальше видите там царство облаков прям летай не хочу вот это вот достаточно сложное место вот этот перевал пройти если низко сейчас говорю высоты много вообще никаких проблем а когда вечером возвращается там поток не взял там поток не взял эти здесь идет 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 дорога дорога дорогу потом раз перевал эти очень плоско не представляете на этом плоском всем остаться без высоты ты как идешь вроде думаешь а проскочу потом раз не проскакиваешь и вот надо разворачиваться и по вот этой вот очень пологой местности двигаться назад и дальше чтобы думать в данном случае салье для позавших подходит как лаус-клаку проецируется на фоне облака во планер абсолютно не виден сливается прям белые облака белые облака белый снег и снег белее даже чем планер нас сейчас вам то видно а так вот это было не очень-то его видно насколько сложно летать у нас в горах не знаю будет клаус брать под этим облаком или нет я думаю что наверно нет дальше 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 поскочим там где-то сильнее найдем да вот разогнался сейчас речку может сделать а я конечно очень не было интересно полетать было сегодня еще там где вот сторону гренобля все красиво смотрится но погода костями здесь и клаус как человек желающий выжить в погоду максимум и и выжимает максимум на самом деле тоже интересно но свечка немножко отворачиваться не протаразить об сам начинаю свечку а такую скорость и ночь и поддержала два метра три метра стал к вам брать ну и правильно видеть цепочка гор горный хребет он прям вот нас доводит до брянсона мыслом сейчас что-то сделать и прям по курсу облака до которого мы с приличным запасом высоты доходим она там сильном месте это уже знаете идет расчет на то что местный знаешь и знаешь для принципе самые сильные потоки можно искать а глава вообще к тому облаку не собирается он подворачивает за счет запаса высоты облака прямо по курсу они более жирные например я очень люблю этот вот уголок я мне его обожаю много раз вытаскивали там сильная а может он просто подвернул этот перевальчик пройти внизу посмотрим игра это шахматы вот реально все это происходит небесный шахматы такое решение такое решение раз такое решение смотрим а там ледник у нас высокий вот вот это вот горочка на экране облака практически выше ледника может мы сейчас над ледняком кстати пролетим он сказал на монтевизу у нас не принесет а мы через экран промчимся шикарно не знаю друзья сейчас посмотрим у нас куча вариантов я обычно всегда ученика спрашивают что он хочет клаус не хочет меня спрашивать потому что так будет неинтересно продолжаем движение к выбранным облакам эти можно достаточно близко подошли к ним с левой стороны оказывается облачко которому я бы хотел лететь молодёй типа любимое место действительно люблю этот склон облака не очень она все-таки него посыпалась подошва то есть когда она я на него смотрел она была перспективно мочаться туда она подскрисла и облака которое у которого мы летим смотрится намного перспективнее визуально поэтому но и дальше видят мы выходим сразу на цепочку облаков прыг 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 а здесь бы мы друзья любому кромку ну и толку дальше здесь дырку опять пришли бы принести в эту же точку так что надо так постараться просчитывать варианты вас ведь как хорошо их просчитывает но вам это поучить не такой урок как можно куда зачем во во что-то с чем-то класса тормозился на не крутит проходим наверное вот видите город брянсон открылся но собственно это этот склон выводит брянсона который я говорил мой любимый вот он слева брянсон напрямую не выводит но он тоже очень хороший тут можно любить этот склон и тот но нашли как у нас хорошо продержала и я думаю что клаус не станет останавливаться в потоке продолжает движение вперед если мы вот эту долину пересечем туда куда клаусы летит тут со мной ок то есть значительный шанс что мы летим на монте визу может быть нам ее удастся тоже заснять не могу не показать вот эти красные скалы красиво кровавые выхода вау очень люблю это место мы город брянсон я тоже в общем-то уважаю машин то сколько у жизнь и кипит мы за клаусом дальше друзья у меня периодически вздыхает камера почему-то выключается восьмерку gopro виснет совершенно необоснованно зачем почему он сейчас мы вариант он остался вот посмотрите в конце долины но он сейчас видим как раз хорошо мы оттуда прошли так достаточно лихо под вспышками практически постоянно были в наборе с клаус решил здесь стать набрать немножко мы его каким-то образом обогнали по высоте знаю может он писал например поэтому были заняты пилотировал неровно как-то мы прям напрямую довольно ли вы закрылок забыл переставить лихо мы такого ух поэтому видите сейчас летаем коршуными немножко выше его нет я знаете что предлагаю когда я наконец-то попаду в москву мы как-нибудь поедем всей стаи подписчиков на природу ко мне в летную школу вектор где парапланы летают и затусим их от каждого будет требоваться по бутылке пива ну таких наборов конечно скучновато я скажу но с другой стороны мы заправляемся топливом и вот от этого того что ты сейчас берешь энергии на ближайшие там полчаса полета знаете как-то тоже приятно чего-то совершенно безвозмездно по самолете вот это рак тишу приобрели представить нужно было просто трактить вот весь полет ну полетели к мутерхорну полетели летишь здесь же поэма где возьмем энергию а возьмем или нет а как возьмем а насколько энергично возьмем а потом себя там смотришь и я молодец я там хорошо взял или я там лошара я там медина набираю эти под конец дня вылетался то ли я влетался то ли клаусу стал то ли он форум не дает чтобы знаете бывает так что ученик летает ничего не получается тогда ты ищешь место такое попроще чтобы знаете у человека получилось и он поверил в себя поверил что это конечно максимально в этот момент его подбадриваю дату вообще конь огонь тигра в шкуре льва да клаус всегда хотел прям как сейчас смотрится кромка вот это все облачные системы красиво все набор классный средняя скороподъемность я бы не сказал что поддельная но набор ровный удалось полетать вместе вообще хорошо все спрашивал дальше должны ему на хвост а вот смотрите не пойдет на монтезу может пойдет к ледничку сходит а может вы просто уже домой движемся такое может быть тоже будет странно не похоже на клауса смотрите-ка нет это просто видите я всегда там прямолинейно мыслю как клаус просто здесь подвернул посмотрим куда сейчас он по паршавалю пойдет это вот под нами гора паршаваль мы сейчас по стеночке паршаваля будем двигаться дальше может быть все таки сторону немножечко в слетаем смотрим для прыгаем здесь клаусом прыг-скок прыг-скок во всю прыгаем за сколько им дальше продолжаем под гряду идти на юг гряда рабочая к клаус вернет то я сейчас поближе ему подошел немножечко поснимать то он меня все время на фоне носа да на фоне носа сейчас немножечко сбоку ну и свет хороший вроде как мне же для света надо перелететь лучше налево ну тогда а давайте попробуем сбрасываю скорость и меняю положение относительно клауса ну-ка такого ракурса будет красивее да сейчас будет как раз на фоне потенциальной монтевизе которая в облаках прячется за клаусом в облаках прячется вовсюду монтевизе вот как мы тянем ножку в смысле тканем ручку клаус вздрогнул фарма конечно ругается когда это неприятно еще разочке очень подсвенил не буду больше его раздражать а мы продолжаем до движения на юг если бы мы хотели слетать к озеру сердцу вот летели вот сюда вот там под облаками скид ну к сожалению она сейчас сто процентов полностью замерзшие никаких шансов набрать высоту посмотреть его нет это будет засыпанные что-то снегом а вот это кстати интересный перевал это дорога без долины брянсон вот она сзади осталась идет дорожка идет 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 долину барселонетто здесь перевал он достаточно относительно скажем так высокий просто не бывает там летишь летишь низенько-низенько и потом хочешь вот долину брянс барселонетто перелететь ну и приходится вот этот перевал перевальчик проходить ну чаще всего у нас хватает высоты мы идем вот по этим склонам всевозможным и кто-то кто где переваливает этот перевал вы можете посмотреть как красиво продолжает быть вокруг а мы же двигаемся под этой грядой облаков будем двигаться дальше на юг ну по сути по стенке долины барселонетто пройдем получается по западной стенке и там все это упирается в какие-то осадки похоже видите там синеет на горизонте вам наверное это видно хуже намного ну поверьте там есть места с осадками ну мы там проскочим выскочим обойдем облетим главное что в сторону дома все чисто вот у нас крыло показывает туда где наш дом как раз пик бедур смотрится на горизонте и там никаких дождей нет это радует это значит и сегодня нам не придется там думать а как мы там будем безземляться что мы будем делать максимум я люблю спрашивать сильно папа, а что мы будем делать? не знаю, придумаем что-нибудь пока ближайший путь как это прибыли как дремучий лес вот так вот чпунь и все и думать не надо новый замечательный набор видите как раз вот по вот этой вот долинке бризик с долины Барселанетты натекает на вот этот вот склон и да тут сам по себе поток шикарно образуется но это вот является таким екетром добавочкой то есть здесь самый сильный поток стоит обычно вот Клаус конечно не переменул его взять ну и Грек было бы не взять 4 метра в секунду уже в 6 часов вечера убираем красиво конечно когда немножечко местность знаешь это ну не то что просколаживает но ты так а ну здесь будет поток здесь важно не расслабляться и постоянно все-таки анализировать так ли оно да ну и не забывать объяснять себя у тебя уже интуиция срабатывает ну ты объясняешь а это интуиция то почему так подумала ну и ты под эту интуицию подсовываешь некую модельку и все это очень сильно помогает потом в незнакомых местах мы как-то летали в Испанию с принцессой моим другом байкером и мы с ним там зажигали очень хорошо и очень хорошо чувствовали себя в тех горах потому что очень неплохо работали аналогии с горами этими ну для этого конечно нужно модели вот эти постоянно строить не просто обалдеть ой облачко я тут взял облачко я взял поток ай-яй-яй как классно зашибись и не думать ни о чем ну понятно что в какой-то мере так тоже нужно но хороший пилот будет все время все время включать голову и анализировать потому что это помогает пилоту хорошему оставаться как раз вот тем самым хорошим пилотом а не каким-нибудь двоечником как раз помните я вам говорил что пламя я я сайси ам полу что-то как-то слабенько шел он забыл представить тоже мы монстры тоже ошибаются погнали ну а мы собственно вот по долине барселанет форсируем долину сам город барселанет у вас по центру кадра где-то и там аэродром сейчас солнце подсвечивает очень плохо видно где гром-то точно есть мы парсируем долину идем на юг в сторону даже не знаю размер контор заповедник очень неприятный у нас я не думаю что плавка на туне стоит дойдет до облаков и пойдет направо вот туда на сторону паркура паркурится смотрится хорошо может быть паркур куда-нибудь на юг еще дунет потому что впереди контор и за мир контором серии тереют осадки 1 мир конторе страхует 750 евро если вдруг зайдешь ему там были а 750 евро жалко а вот сейчас показалось полоса хорошо видно полоса аэродрома барселанет вот речка идет идет а там где две речки сливаются вот правее этого угла как раз полоса атака где клаус пока я вам тут барселанет показывал а вот он вогнал почти учителя видите клювом щелкнул и все самая опасная ситуация в этой конфигурации если мы выше него не не видим потом другу решаем набрать скорость и а клаус под нами в этот момент и вот этот путь и все это было бы всем совсем кубе так делать нельзя второй день даже не подтаял прям белый белый остается на при таком белом снеге крайне редко удается полетать конечно марта кулибе но в марте так вот далеко забраться как мы сегодня на мотерпорт вообще за гранью добра забрали зла нам очень сегодня повезло ну вот мы после этой горы мы окажемся в злом мерканторе по вот этому склону проходит как раз и границы мы должны быть на тысячу метров выше рельефа тогда садится батарейка на gopro давайте я доснимаю уже кадры крайне как мы подходим к этому страшному меркантору ведь там там даже в самом мерканторе страшно почему там нельзя летать я уже раз то рассказывал но расскажу еще раз там суслики ой суслики орлы живут хитрые орлы славятся тем что они ловят суслика суслик сидит там около норки и свистит чабыр чабыр они кстати классно когда так свистят офигенно и суслик никого не трогает сидит в норке греется пузико греет на солнышке в этот момент орел прилетает только цап царап его и не просто хватает то что суслик жирный орлу его не поднять она просто лапами тынь и в пропасть потому что суслики любят на краю пропасти домики строить ну что вы знаете так сидеть любоваться на закат не знаю я зачем они строятся на краю но мы видели как они сидят в заповеднике экранс как они сидят реально около этих домиков и как над ними эти орлы клубятся и вот здесь этих орлов каких-то хитрых разводят еще кого-то разводят и считается так что пролетит планер если тонн испугает суслика суслик спрячется в норку его прилетит орел когтить и не за когтит и не сбросит пропасть суслик выживет и орел сдохнет и таким образом планеристы они сволочи мешают восстановлению поголовью поголовью орлов этих хитрых но мы-то зато мы помогаем сусликам почему вот можно одних пасать и других нет это прям очень суслики нравятся жирные вкусные не ел ни разу кстати поэтому я считаю что мы не мешаем тем более там сусликов тренируем чтобы они были отважные чтобы они были такие не знаю воспитанные тех которые орел съест и будет понимать что вот она добыча добытая потом можно сказать поэтому естественный отбор должен какой-то быть если орел какой-нибудь двоечник не сможет съесть суслика и кони двинет значит это естественный отбор это не планерам помешало а он не умеет ловить суслика вот такая вот была у нас лекция во время полета по долине Барселонет а Мерконтор остался слева видите Клаус все таки правильное вот я бы тоже не сунулся в Мерконтор он этого грубо говоря не стоит совершенно ну что вы там в этом Мерконторе не видели сусликов что ли вот мы пролетаем справа остался у нас как раз аэродром Барселонетта и вот в какой-то из этих вот горок может быть даже вот в эту вошел сумасшедший лайнер сумасшедшим пилотом который решил покончить жизнь самоубийством и таки покончил мы как раз с аэродромом Барселонетта проводили спасательную ну не спасательную операцию там смотрели обломки вытаскивали и прочее чтобы понять что вообще было причиной вот он был полеты были закрыты в это время здесь работали спасательные вертолеты а горка то ли вот эта вот горка по центру кадра у вас то ли вот эта не знаю одна из вот них раньше раньше прямо я помнил сейчас вот просто взял и забыл мозг избавляется от ненужной информации зачем тем более непозитивный какой-то лайнер где-то гапнулся не люблю непозитивную информацию кстати бывает обсуждает вот эту вот всякую информацию про лайнеры разбившиеся что а вот кто виноват вот пилот взял воткнул лайнер в гору кто виноват ну там пилот он там с ума сошел он был суицидник и так далее а почему так происходит потому что набирают на эту работу кому попало я когда сейчас ролик делаю про убийцу за штурвалом называется как удачно тормознули как раз ели удачную вкусняшечку сейчас еще должны съесть клаус уже ест ее сейчас мы должны съесть вот я уменьшаю скорость здесь как на фоне облака клаус несется быстро ведь съели и теперь конечно плывем вот оно понеслось закрылок так как надо по максимуму не скользить вот друзья сейчас момент истины сейчас больше мы не наберем лечу за учителем полтинник у меня отставание почему же нету ничего почему же нету ничего да порой так бывает летишь вот так вот оп а ничего нету самое главное вот мы сейчас ветер опять поменялся сейчас дует например уже в левый борт да и теперь правая сторона смотрится прям восхитительно красиво ведь поток встаем в набор да да ну вот видите крайне буквально крайне облако сколько мы прошпарили и вроде как должно было что-то работать и ничего не работало но здесь еще тоже знаете как рано радоваться то есть мы цепанули а что с этого будет будет ли это что-то серьезное или так чисто поржать но правоскит протянул я чуть протянул и нету ничего такого прям что прям огонь слабенький дохленький поточек я сейчас заужаю его пытаюсь вписаться муклаус по большому радиусу прошел проверил как он тут весь я сейчас пользуюсь его подсказкой пытаюсь заужить где-то 8 метров в секунду неплохо но не для этой погоды сейчас может раскрутиться во чуть-чуть получше стало впереди друзья гора гора маргон мы к ней подлетаем и клаус на ее северной части стоит на горе соответственно мы сейчас тоже сейчас горки подлетим повернем налево и помчимся в сторону клауса набирать может быть вот сюда под залет был и лишний потому что вот этот угол может не работать 2400 метров гора маргон идем над ней где-то на северной части там где-то клаус вон он я даже его вижу сейчас его подберегем гора маргон очень красивая сейчас очень красивое сочетание самой горы и хорошо мы клаусу постараемся прибыть она блестит как там красиво парапланчик проплыл сзади остался я перешел за телефон что-то глючит камера моя так что будем теперь по телефону летать продолжаем за клаусом друзья сзади где-то клаус не тайно вокруг меня все на клок вот где-то там можете посмотреть пугает меня а я задача моя 120 гора Гием вот она впереди мы сейчас к ней подлетим и кто-то мне заплывает небо солнце вот он пугает меня вот клаус я еще заметил что кто-то прикрыл меня солнечный свет это был клаус так подворачиваем дальше вот Гием гора осталась у нас сзади мы сейчас летим на гору Люси и дальше по цепочке облаков можно смело лететь домой а можно смело где-то Блинобль туда тоже на Блинобль лучше еще сходить облака висят хорошо оттуда мы быстро вернемся посмотрим друзья мы пролетели сейчас пик дебюр к сожалению у меня память на телефоне кончилось чуть-чуть почистил на пару секунд еще хватит он пик дебюр остался сзади очень он был красив в закатном солнце ну простите что не заснял очень жаль а клаус продолжает куда-то меня везти сейчас мы двигаемся в сторону вот по вот этим стеночкам по склончикам вечерняя любим калсовом стиле вечерняя прогулка видите все в таком закатном свете все очень красиво жалко не засняло вам конечно фиг дебюр но может быть на обратном пути что-нибудь еще заснимет по сути вот считайте что это конец полета потому что мы сейчас летаем на расстоянии до лета от аэродрома в любой момент можем пойти на посадку ввиду того что все материалы фото видеоаппаратура все кончилось это вот приходится вот посмотришь что творит что творит пошел еще на холмики погоняйся вот посмотрите не имется нет нет еще не домой ну я тоже люблю эти холмики вот посмотрите а если что ну 24 км в час почему бы и нет сейчас вдоль этой стеночки мы все пройдем вот понимаете друзья вот как раз вот в этом весь клаус вот в этом полете вот в этих вещах потому что обычно люди ленятся там вечером пройтись построить а вот что здесь еще есть а вот как это работает он живет в небе человек живет в небе и по-другому это не скажешь ну сейчас решил про пройдется стоит на елочке а тут елочки все чувствует ну как у них там иголочки смотрите ну солнце там видит что работает поэтому ладно раз работает значит нужно поливнуть куда-нибудь нет смотрите нет он просто ребрышка прошел мы представляем за ним маневр он пойдет сейчас влево и там кто-то посчитает мы туда куда нам деваться то мы с ним 120 скорость должна быть хорошая ну наша тень скользит провожает солнце и мы скользим по скалам так смазанные так сказать рубин жиром птичьей шерсткой вот так вот да вечерний полет клауса побыли скалы погладить проводить солнышко вот так завести куда-нибудь в такое место искать ну еще тут видел континул игр everything ok don't worry be happy вот учитель прям реальный классический полет с клаусом так-то так было знаете как он сказал да не ребят ну вот сгоняли на моторкордах и все нет вот видите вот оно вас еще после моторкорда знаете как валять будут не отпустят просто так скажут а вечерочком скалы побрить кто будет так что видите представляете как чего живо в учениках плавка надо мне тоже набрать учеников и тоже так же учить мне нравится эта идея ну и как все хорошо ну пока я кстати трындел клаус набрал лучше меня сейчас как красиво по скале идет а как я пойду интересно сейчас придется голосить хаоса клаусом кандидат below видите так что ветром 38 водопад он хочет пока посмотреть мы полетели посмотрим водопад главное нам потом от него улететь высоты хватило о ты ж ё-моё за что ж мне такое наказание это а в школе тебе вёл плохо что ли ну вот видишь и лев сайт лук лев вода и лев сайт оп я я я я вот я сайт окей и лайн юрь сайт вот так друзья фильм попаду ну ладно прижмусь к склону ну что ж пропадает так с музыкой Теперь я прижимаю склону Вы видите, как мое крыло Чиркает грунт В смысле, приближается к грунту Ко мне скалы приближаются А с другой стороны Меня поджимает Клаус Ох, прости ты, Вселенная Как мне страшно А сделать-то ничего я не могу уже, друзья Я лечу Ой-ой-ой Ой-ой-ой Лихонько, лихонько ты мое Ёлки-то близко как А дальше нельзя Не будет тянуть Ой, я даже не буду смотреть На Клаусу, потому что что на него смотреть Ой, как страшно Я посмотрел Где он Я не смотрел Ну вы что видите, я лечу Моя тень летит Ну что-то такого Позвольте, как это выглядит А сбоку летит Клаус, меня снимает Угоняет меня, как сидорову козу По этим страшным склонам А вы думали Все кончилось? Ага Понятно Ну не смотрите Посмотрите, как Клаус меня снимает Я над скалами Продолжаю движение Вот Нашел Нам приключения Учитель Зато я сейчас Лучше него Хе-хе-хе Нормологично Ой-ой-ой-ой 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 Вот такая жизнь Друзья У ученика Представляете Такого быть учеником У Клауса Ну и Посмотрите Вот он Вот он змей Как же страшно Как же мне страшно Я даже хрюкнуть не могу Потому что если я хрюкну Я так могу помешать Поэтому просто лечу И смотрю в телефончик Хе-хе Так мне все равно Сделать ничего не могу Ай-яй-яй Мама Вы даже не представляете Как это близко Ай-яй-яй-яй Ух, друзья Наконец-то Хе-хей Вот это все и закончилось Клаус разрешил Зайти на посадку Лев сайду О, а, во Ну смотрите Клаус помчался на посадку На часах 20 часов 10 минут Взлетели мы в час Соответственно 7 часов 10 минут Мы в воздухе Налетались Ух Клаус летит вперед На посадку Наконец-то он ее разрешил Солнце садится Я думаю, что мы Как раз зачисляться Уже будем Солнце, которое зашло В общем, красота Ух, я счастлив, друзья Налетался Нафотографировался Это же видишь Мне, конечно, волшебный Часть с Клаусом Вечерний Вот эта вечерняя часть С Клаусом Крайний Когда вот эти вот Полетики по клону Решкам Тык-бидурчики Всякие прочее То есть он, конечно Им очень интересный Ну, сегодня не очень Сегодня мы фотосессии Были заняты А так, это прям Наука о том, как Брать от Крайнюю На юг садится Отлично Значит, надо будет Там планер Оттолкать Ну да, видно, что Ветер западный Я думал, что Немножко северной Составляющей И запад Вот он первый Приземлится А мы за ним Следующими Так, шасси вышло Закрыл окна Шесть Здесь вот Как приземляется И мы тоже пойдем Кружочек Сделаем еще Что у нас здесь Осматриваем аэродром Мы на вторые На заходе Нам спешить некуда Чистый запад Приличный боковик Даже сказать Я бы сказал Юго-запад Да Метров у нас сколько? 20 км в час Да, не сильно На самом деле И сейчас мы увидим Как Заходит Клаус Ну-ка Где он там? Я его не вижу Вон, на глиссаде Вот, смотрите Сбоку Перед крылом Идет уже по глиссаде На точку Вот, смотрите Клаус сейчас идет По глиссаде уже Вот, как раз Сейчас мы заснимем Его, по крайней мере Проход И потом Будет уже наша посадка Идет, 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 идет Красивенько О, красавчик И мы Шасси мы уже выпустили Ну, доклад сделаем Сейчас чуть подальше Повыше пройдем Ну, все Клаус зашел Теперь мы Сэр Лоботи Инди Виктор Далвинг Лендинг Усаус Ну, попробуем Заснять вам Замечательный Заход На посадку Каждый раз я пытаюсь Каждый раз у меня Не получается Сейчас Закрылок На лендинг Нужно тормоза И тормоза Прокачать Прокачать Оп 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 Тормоза есть Оп Немножечко подсбросили Сейчас аккуратненько Будем подлетать поближе С учетом того, что ветер боковой Носик направо Стаскает с полосы достаточно сильно Оп Чуть поближе Нам еще рано касаться Рано, 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 рано Рано, рано Как неудобно в передней кабине Ну, в смысле, удобно Но непривычно Держим, держим, держим Держим, держим Оп Катимся Пытается стащить пропасть Приходится левую педаль Попробовать Отход таки не выдержал Катимся, 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 катимся Катимся Проверяю термоза Заработаю Значит Ворачиваю Полиция Долетался Огонь Отличный полет получился Динамичный, красивый Насыщенный С приключениями Ну, я надеюсь, веселый Как мог вас развлекал Кто спрашивает, в чем я летаю В передней кабине Вот, смотрите Чуни Настоящие боевые чуни Такие Ну, и в шортах, конечно Без шорт, жарко Ноги потеют А так, чуни Чтоб стопы не мерзли И все хорошо Друзья, заряжается планир Клауса Он налетался Клаус, что ты говоришь Какой день? Какой день! Невероятно! Невероятно! Погода бомба! Контент огонь! Пишите, как вам понравился Этот веселый полет Мне кажется, огонь Контент огонь Как обычно До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова